спасибо что включил с тобой герасёв и сегодня ты узнаешь как антидот подействовал на влада и почему нам вновь пришлось спасать профессор а я напомню что в предыдущих видео мы обнаружили что в питерской подземке еще с советских времен и по сей день функционировала целая сеть подземных лабораторий в которых настоящие поехавшие головой столько ученые проводят бесчеловеческие эксперименты над ни в чем не винными людьми мы своими собственными ногами истоптали километры подземных тоннелей своими глазами видели события которые в здоровом мире не должны происходить в принципе но все материалы попавшие к нам на пленку были лишь разрозненными кусочками пазла который никак не хотел собираться в единую картину но так было лишь до того момента пока мы не нашли человека который стоял у самых истоков этого кошмара заслуженный физик ядерщик ссср аксёнов вячеслав алексеевич являлся научным руководителем проекта лотос мы про поискали этого ученого и этот ученый сейчас находится псих диспансере причем таком достаточно дорогом то есть это какой-то частная какая-то псих больница мы сумели найти этого человека и в обмен на то что предоставит нам всю необходимую информацию мы даже вытащили его из психушки в которой он провел без малого 15 лет своей жизни и как мы узнаем позже упекли его туда не без причины ведь вместо благодарности за его спасение мы получили очередную подставу потому что место в который у нас привел оказалось настоящим адам на земле а 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 Алло, здравствуйте, хотели бы про вашего отца немного рассказать, как бы про его труды И вот, к сожалению, в Википедии вычитали, что ваш отец, я правильно же понимаю, Сидорий Виктор Петрович, к сожалению, ушел из жизни уже Хотелось вот уточнить, его дело наверняка, как бы, кто-то, как мне кажется, продолжает его научные работы, труды Может быть, вы как-то тоже, да, как его сын, продолжаете его деятельность научную Не, вы знаете, ребята, дело отца я не продолжаю, меня эта тема не зацепила, я вообще работаю водителем Перед смертью он завещал все свои награды, труды, работы, все, что связано было с его деятельностью, похоронить вместе с ним Я не знаю, у меня плохие новости, нам надо вскрывать могилу Чтобы добыть этот антидот, нам пришлось пренебречь буквально всеми нормами морали и этики Но это был тот случай, когда цель оправдывает средства Ведь как ни крути, мы боролись за жизнь нашего друга Поэтому, когда я наконец-таки держал в своих руках тот самый антидот, то был уверен, что мы сделали все правильно Но только в тот момент я еще не знал, что все, что мы сделали, мы сделали зря Сначала вводится А, а потом Б Все, все, хорошо Только вот не освещает немножко цвет ампул, их нельзя перепутать, понимаете, это, это может быть очень плохо кончится Чем кончится? Летальный исход Летальный исход умрет Отлично, тогда давайте, дедушка, мы сейчас вспомним точно, какая ампула первая, а какая вторая Первая, конечно, Б Потому что, ну... Как Б, ты только что сказал А Первая А Потому что... А, нет, нет Б, Б, первая, она... Она красная, она красная, значит, А Ну он сумасшедший, ну А или Б Ну я не помню Ну из-за тебя мы вот эту херню раскапывали, доставали Я даже рассказывать не хочу, что я сейчас видел своими глазами И сейчас, не дай бог, у нас не получится Надо сделать эксперимент Какой эксперимент? На мышах Каких мышах? Боже На лабораторных Все, поехали, Рома Пожалуйста Будьте на связи Рома, простите меня Все, будьте на связи Хорошо, до свидания Он больной Он сумасшедший, при всем уважении, Рома Нашей последней надеждой оставалась больница, в которой в тот момент находился Влад Но после непродолжительного разговора с врачом и этот лучик надежде также очень быстро угас Врачи в буквальном смысле слова только и делали, что разводили руками А при одном упоминании про антидот крутили пальцем у виска Нам еле удалось добиться того, чтобы нас хотя бы пустили к Владу минут на 10 И вот в эти самые 10 минут нам предстояло принять, пожалуй, самое сложное в нашей жизни решение Ну А, ну первая буква, ну логично А плюс, Б плюс, зеленая, красная, все логично же Давай Ага, все Все Все, Влад, дай Все, я ввожу, да? Смотрим Все, пошла Пошла? Нет, нет, ничего, все нормально, все нормально, мы в больнице Все нормально, смотри, пульс в норме, все хорошо, Влад Все четко Все, я ввожу Все пошло? Набираю, набираю, Влад Все, ввожу Ввожу Блин, она желтеет, что с ней? Что с ней? Влад, как ты? Не знаю, что ты как-то, блядь, тихо Течет, тихо, течет Помедленнее, больно, нет? Пока болит Так, ну смотри, ты же не умер вроде Вам сказал моментальная смерть? Нет Ну все остается только ждать, Владян Это плохо, да вообще, нахуй Я могу с реальным врача позвать, Сань Что-то вообще во всем деле жжет Все нормально, все нормально, все нормально Откуда ты знаешь, что все нормально? Все нормально Никто нахуй, лекарь или кто? Пульс у него нормальный Не нервничай Не нервничай Да я не нервничаю, меня трясет Владимир, все Владимир, я всего сжала, блядь Ебать, Влада, соберись Соберись, соберись Блин У меня было полное ощущение того, что кардиомонитор, который стоял рядом с кроватью Влада Отображал не его, а мое сердцебиение Потому что когда Владу начало становиться хуже, мой пульс улетел просто в космос Я следил за каждым его вздохом и с ужасом представлял, что каждый из этих вздохов может стать последним И вы только представьте, такой исход событий означал бы, что мы сами, своими руками отправили нашего друга на тот свет Но пока Влад продолжал дышать, у нас оставалась надежда, которая, как известно, умирает последней А прямо сейчас я хочу попросить вас обратить на меня все свое внимание В случае, если вы едете на машине временно, перестаньте это делать прямо сейчас Да, это настолько важно Я сейчас тебе расскажу о твоем новом мире Твоя реальность ждет тебя в крайне захватывающей игре Хасл онлайн Только ты действительно можешь стать тем, кем захочешь Чинить авто или угонять их Ловить преступников или возглавлять банду Жениться или выйти замуж Да, там играют и девушки А самое главное, ты никогда не будешь один Ведь на сервере тебя уже ждут не только твои лучшие друзья, но и я Кстати, под моим предводительством действует одна из самых неуловимых банк Которым, кстати, нужен гонщик Как думаешь, справишься? Если ты, конечно, считаешь, что из тебя стрелок выйдет гораздо лучше Welcome, брат Конечно, ты можешь выбрать и другую сторону баррикад Например, став шефом полиции и начав на нас, наоборот, охоту В таком случае я точно не расскажу тебе о нашем секретном чате, где мы обсуждаем все подробности наших набегов Кстати, мощный компьютер тебе совсем не обязательный Я сам периодически залетаю на сервер со своего мобильного телефона В перерывах между съемками Так что скорее переходи по ссылке в описании и залетай на 14 сервер Вводи мой ник Александер, нижнее подчеркивание, Герасев при регистрации А также промокод Герасев большими буквами Который даст тебе денежный бонус для легкого старта игры Начинайте играть и воплощать мечты с жизни в игру Прямо сейчас вбивай в Google Play или App Store название Hustle Online И скачивай игру Либо переходи по ссылочкам в описании и скачивай также лаучер для компьютера Это офигенно классная и реалистичная игра, в которой играет тысячи, даже десятки, сотни тысяч игроков Присоединяйтесь к ним и поймете, почему у этой игры такие высокие оценки Все полезные ссылки вы найдете в описании под видео Обязательно добавляйте все промокоды Обязательно вступайте в нашу банду Я вас там всех очень жду и совсем скоро будет объявлен новый рейд с моей бандой Ссылки в описании под видео Спокойно Ой, сердце уже не так бьется, да? Да Все, вот, смотри, руки расслабились, смотри, все четко Владян, все нормально, мы наоборот тебя вылечили, все Может, убавить там хуйню, Сань? Я и так не сильно поставил-то Как себя чувствуешь? Получше Мне кажется, все четко Мне кажется, все правильно мы сделали Все охуенно Он чувствуется лучше Все охуенно, все четко, блядь Ему становится лучше, да? Ну да Все охуенно Лучше Я думаю, если это было бы что-то не то, он бы уже откинулся Ну да, наверное Объективно Наверное, да Влад, все Все охуенно, все нормально, блядь На, блядь, ты с нами, блядь, все четко, не переживай, блядь Все Кулачок, Рома Все, за***сь Там ужин скоро Иди, вот, блядь Эй, вот ты заставил меня понервничать сейчас, конечно, Владян Ты вообще, конечно, сумасшедший Следующие несколько дней мы провели за практически круглосуточным наблюдением за Владом Мы по очереди дежурили у его палаты И, можно сказать, не отходили от него ни на шаг Врачи, которые каждый день брали у него целую кучу анализов Все так же продолжали разводить руками Но только в этот раз они не удомевали от того Что буквально с каждой минуты состояние Влада улучшалось И знаете, на фоне выздоровления Влада Все остальные события как-то отошли на второй план И я даже был готов к тому, что у нас наконец-таки хоть что-то закончится хэппи-эндом Но все мои мечты в одночасти разрушил вот этот телефонный звонок Алло Алло, здрасте Да, добрый день, кто беспокоит? А вы неделю назад мне звонили, помните? Насчет моего отца Да, помню Вот, и сразу после этого была вскрыта могила его Вы ничего не хотите мне сказать? Нет, слушайте, нет, мы не имеем... Может, хватит врать? Скажите, как есть Хорошо, я тебе скажу тогда, как есть Да, мы вскрыли могилу твоего отца, потому что твой отец занимался полной хуйней А мы спасали нашего друга И ты должен понимать, что я своими руками это делал И делал это, поверь мне, очень сильно сморщився И не получая никакого от этого удовольствия Если я это делал, значит так надо было А ты знаешь, что твой отец занимался ужасными вещами, ужасными экспериментами И мне жаль, что вообще нам пришлось это сделать Серьезно, да? Да, серьезно Твой папаша занимался разработкой очень неприятных и опасных вещей Которые сейчас чуть ли не убили нашего друга Откуда у вас такая информация? Кто мог наклеветать на моего отца такое? Кто мог наклеветать? У нас 100% информация, братан Не надо спориться Но ты мне, во-первых, сам подтверждал в разговоре Во-вторых, у нас его коллега нам все рассказал С которым он всю жизнь работал А что за коллега? Его случайно не Вячеслав Алексеевич зовут? Да, Вячеслав Алексеевич, какая разница Так он же находится в психиатрической лечебнице Он находился в психиатрической больнице И сейчас с ним все хорошо Он находится дома, не переживайте Мы его вытащили с этой больницы Он нам рассказал всю правду И мы, по этому, собственно говоря, и зашли за антидотом в могилу к вашему отцу Как бы ни странно это не звучало Понятно, понятно Спасибо, спасибо за наводку Пожалуйста, до свидания Идиот Как только этот разговор закончился Я сам себе чуть было не пробил голову фейспалу Потому что как можно было вот так просто взять и хрен пойми кому сдать нашего профессора Со всеми потрохами Тем более мы понятия не имели, с кем имеем дело Ведь, если вы помните, то этот самый человек в нашем первом разговоре заявил Что он не имеет никакого отношения к деятельности своего отца И вообще работает водителем А если это так, то какого черта он так заинтересовался нашим профессором? Было совершенно ясно, что здесь что-то нечисто И поэтому мы сразу же отправились в квартиру нашего профессора Вячеслава Алексеевича Но тогда мы даже представить себе не могли Какую беду мы обрушили на наши собственные головы Что опять, блядь, почему он руку не берет, нахуй Блядь, убил Что? Сейчас обои, скрытся камеры Да Возьми скрытую камеру, одень на себя Зачем? И эту убирай Зачем? Зачем? Одень скрытую камеру, и просто сделай это Уверен? Да Цепляй, покажи Да? Да Камеру я убираю Вы даже представить себе не можете На какие изощрения нам порой приходится идти Чтобы запечатлеть на пленку все, что с нами происходит Как правило, все технические моменты съемки остаются за кадром Но на этот эпизод я хотел бы обратить особое внимание Потому что если бы я не доверился своему чутью И не попросил бы Рому надеть на себя скрытую камеру То вы бы никогда не увидели вот этих кадров Что это? Телевизор 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 Прошу, что я живу на первом этаже Я начал его искать повсюду Кричал Телевизор Почему ходит? Что? Что? Да нет Вячеслав Как только я увидел лежащего на полу профессора То сразу же подумал, что ко всему прочему Его нужно было бы завернуть в подарочную упаковку И прилепить бантик сверху Ведь было очевидно, что кто-то связал его И оставил тут специально для нас И все происходящее было просто-напросто театральным представлением Хотя нет, это было не представление, а настоящая ловушка Отчнулись, отчнулись За ней есть нож, нож Нету никуда У него руки не имеют, что я это связываю, пожалуйста Стой, стой, стой Стоять, стоять, стоять Тихо, тихо Блядь 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 Братан, блядь Стой, бежим Блядь Отрубай Стой 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 Зия! Зия! Я понятия не имею, что это был за газ, но от него нас всех вырубило сильнее, чем от любого наркоза. Следующие несколько часов я не помню от слова совсем. Я ничего не видел, ничего не слышал и вообще был в полнейшем отрублен. Но зато все это время продолжалось снимать установленная на Роме скрытая камера. Э, ты путала? Давай, блядь, вылезай, нахуй. Приехали. Давай, вылезай, 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 вылезай. И, блядь, вставай сюда, нахуй. Не столько, блядь. Что, кто? Давай, давай, стоишь здесь, блядь. Доставайте эти. Пошел. Встаем сюда, блядь. Где мы находимся? Где мы находимся? Молодцы. Блядь, тихо, спокойно, спокойно. Вставай сюда, блядь. Пошел. Тихо, 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 спокойно. Что за хуйня? Куда мы происходим? Я сразу же узнал это место. Это был один из песчаных карьеров, которых в Ленобласти огромное множество. Но именно у этого карьера была одна особенность. Он был давно заброшен, и на ближайших несколько километров тут не было ни одной живой души. И этот факт явно не сулил нам ничего хорошего. Но тогда я даже представить себе не мог, какой кошмар нам предстоит пережить. Да куда, блядь? Что происходит? Что вы делаете, блядь? Да кто вы такие, блядь? Сука. Блин, давай. Что за хуйня? Что за хуйня? Колени, блин. Колени, блин. Блядь, да что вы делаете? Блядь, да блядь. Я с тобой стою, стою. Тихо, тихо, тихо. Все, блядь. Что вы делаете? Что вы делаете? Вы не будем. Он нам его же заплатить. Я и сможу. Тихо, тихо, тихо. Что вы говорите? Что вы делаете, нахуй? Что вы хотите сделать? Блядь, какую бочку, блядь. Они его бочку тратят. Давай, давай, блядь. Что вы делаете, нахуй? Блядь, какая бочка, блядь? Ну что? Что вы делаете? Не надо! Тихо, 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 пожалуйста, блядь, залезать, Блядь, да что вы делаете, нахуй? Да, я на колени, в пол, в пол! Блядь, все, 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 все. Все, 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 все. Блядь, кос Setting, блин. Творюга старая. Блядь, будешь подыхать, блядь. Блядь, ночами, блядь. Они еще не закрываются, тварь, бля. Они хотят его скидывать. Они хотят его скидывать. Они хотят его скидывать. Иди сюда, давай. Не подумайте, это не нужно. На тебя, давай. Не скидывайте его. Что вы делаете? Все, все. Тихо, тихо. Скидывайте. О, бля, бля, бля. Пускай не сей. А, бля, бля, бля. На хуя? На хуя? Скидывайте, бля. Скидывайте, бля. Антонов, давай лаппу. Ну, копать, сука. Что мы даже делаем? Вот, 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 вот. Почему мы, блядь, еще мы не доживем? Давай, блядь, блядь, блядь. Сука, кто пулю получит? Давай, срывай, блядь, контур. Копай, нибудь. Копай! Давай, 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 блядь. Копай, блядь. Копай, нахуй, сука, история, блядь. В перерывах между криками этих солдафонов я отчетливо слышал стоны и мольбы о пощаде, которые доносились из этой проклятой бочки. Но с каждым взмахом нашей лопаты и с каждой очередной горстью земли, которую мы кидали в яму, голос профессора становился все тише и тише. И где-то через час он вовсе исчез. Добыстрейся, как девочки нахуй! Все, 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 тихо. Копай, блядь, продолжай, нахуй! Не падай, блядь, копай, нахуй, быстрее, блядь! Я уже лопатку сломал. О, лопатка у тебя, блядь, сейчас позвоню, что сломается. Давай быстрее, блядь! Блэд, мучительный смерть, он-то будешь несколько дней сидеть в эти бочки. Заткнись, нахуй, а то пулю с... получишь! Блэд, блядь, блядь, блядь! Блэд, блядь, блядь, блядь! Снега закончилась, ты слезы, ебал! Все, все, иду я сам! Тихо, 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 все, все, идем, блядь! Сука! Тихо, заткнись, заткнись! Только пулю и пулю! Заткнись, нахуй, блядь! Два пакет, блядь! Другой грузчик! Все, заткнись, блядь! Что надо сделать? Все, все, надену! Ай, пакет! Надену, блядь, беспокойся, ну! А нам этот пакет... После того, как все было кончено, я ощущал себя выжатым, как лимон. И, видимо, понимая, что даже для малейшего сопротивления сил у нас попросту не осталось, солдаты не стали там усыплять нас газом или еще чем-то, а попросту надели мешки на голову и повезли в неизвестном направлении. Но как бы хреново нам не было, я прекрасно понимал, что в сравнении с тем, что сейчас испытывает профессор, это просто семечки. Мне было абсолютно все равно, куда нас везут. Все мои мысли были заняты тем, сколько времени оставалось у Вячеслава Алексеевича. И что убьет его первым? Мороз, удушье или сердечный приступ? Я даже начал подсчитывать в голове примерный объем этой бочки и какой там был запас кислорода. Но в какой-то момент мои мысли прервались с тем, что наша машина снова остановилась. И нас, Рома, с мешками на головах повели в место, которое уж точно должно было стать нашим последним пристаньем. Что происходит? Что происходит? Что происходит? Кто вы? Я, как здоровичка ваша. Нормально. Что происходит? Что ты мне светишь? Что ты светишь мне, блядь? Что ты хочешь? Блядь! Спокойно! Спокойно! Все, тихо, 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 тихо! Спокойно! Нет, уферма! Здорово! Да, все хорошо! Нет, у меня нет болезней каких хронических, точно нет! Ни, да! Что происходит? Объясните, пожалуйста! Неважно, что происходит, потом все! Давай, забирай! Да! Что значит забирайте, блядь! Объясните, нормально! Спокойно, блядь! Мы идем, блядь! Он истин нормально! Спокойно, пожалуйста! Что вы делаете? Спокойно! Тихо, тихо, тихо! Все, все, все! Нам не впервые оказываться в каких-то подпольных лабораториях, больницах, тюрьмах или черт его знает, что это было за место. Но впервые мы оказались в подобном заведении не в роли диггеров, которые незаметно проникают вовнутрь, снимают все происходящее как-то там из-за угла и по итогу выходят сухими из воды. В этот раз мы оказались там в роли простого мяса. Но самое страшное, что в этой роли там были не только мы. Саня, я вижу. Там девушка. Алло! Девушка! Алло! Подруга, ты тут? Очнись, пожалуйста! Алло! Алло! Сука, ты промахнулся, идиот! Сука! Девушка! Алло! Слышишь нас? Подруга, очнись, блядь! Мы здесь сидим в пизде какой-то, блядь! Что происходит? Тихо, тихо. Алло! Она жива. Какую жизнь, блядь? Сколько она весит? Господи, блядь. Какую жизнь? Блядь, блядь! 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 Блядь, она разворачивается! Блядь! Блядь, она полностью больная, братан! Блядь! Можешь, еще? Можешь здесь... Можешь мне сказать, кто ты? Алло, я не соглашаюсь, ты малец? Подруга, ты тут что делаешь? Подруга! Ээээ! А-а-а-а! Бл... А-а-а! Что за... А-а-а! Спокойно, пожалуйста! А-а-а! 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 Сука, что ты делаешь, скотина, блядь, ублюдок, ебаный нахуй. Ой, блядь, блядь, ебать, ебать. Мужик, что происходит, хваты уносит, блядь. Блядь, что ты с ней делаешь, хваты уносит, блядь. Блядь, ебать, ебать, ебать. На самом деле был этот сын. Возможно, мы оказались здесь по его наводке. А возможно, после смерти своего отца он продолжил его кровавое дело. И именно он стоит за всеми этими зверцами. А значит, является тем самым человеком, которого мы так долго искали. Но в таком случае мне было даже страшно представить, какую судьбу уготовил нам этот маньяк. Поэтому, когда я вновь услышал шаги берцевых сапогов, то мысленно уже начал прощаться со своей жизнью. Что вы хотите? Что вы хотите от нас? Спокойно, спокойно, успокойтесь с вами. Блядь. Чувак, мы не сопротивляемся. Пожалуйста, отвлитесь от нас, блядь. Выпустите нас отсюда. Где вы его выкопали? Мы его выкопали. У нас не было выбора. Мы его выкопали, да. Потому что мы считали это правильным. Чтобы мы ошиблись, извините. Тихо, замолчай. Вот ключ. Ключ? Через 15 минут у нас пересмен. Открывайте замок. Они спустились. Направо черный ход. Туда ныряйте. Что? В этот момент я вообще перестал что-либо понимать. Первой моей мыслью было, что это все какая-то очередная подстава. Но то, что произошло в следующую секунду, вновь перевернуло все с ног на голову. Зачем ты это делаешь? Какой смысл? Нет, подстава какая-то. Вас на нас там хлопнут, да? Да, я не в курсе, как это у вас работает. Вообще доверять никому нельзя. Какой смысл тебе сейчас обезлить? Фуни, извините. Ах, блядь, ебать. Те, кто следят за историей про тоннель с самого ее начала, наверняка узнали этого человека. Для остальных я объясню. Этот человек стоял у самых исток всей истории про тоннель. Еще в конце 90-х он занимался расследованием пропажи людей. И по сути мы стали прямым продолжением его дела. Этот человек долгое время был нашим единственным информатором, но потом очень резко пропал с радаром. И вот теперь представьте наш ахуй, когда мы встретили его здесь. Ты что тут делаешь? Позже. Что ты тут делаешь? Что значит возже нам? Что значит возже? Объясни, блядь. Ты что тут делаешь? На 15 минут вы спускайтесь и съел вы. Где наша камера? Камера, они забрали у нас камеры. Рюкзаки на... На эти камеры... Сколько материалов, братан, там пи***ть сколько. Я тебя прошу, где камера? Камера внизу в кабинете. Блядь, но я не советую идти за ними сейчас. В кабинете? Ты что здесь забыл? Как ты тут оказался вообще мне? Все. Ты скажи хотя бы, что происходит? Кто ты, кто ж эти люди? Что за пабло? Спасибо, потом разберемся. Все, временем по-фигнячим. Спасибо. Спасибо. Уверен, проверен, клячь. Уверен, что это не подставка. Ну ты же видел, кто это? Этот следатель. Вдруг он замечен. А ты тут нет. Точно хорошая идея. Может, он просто как это... Как это называется? Ну не шпион, как это? Под прикрытием работают. Ну да. Блядь, пи***ть. Нахуй, я не понимаю. 15 минут отсекай. Сейчас надо 15 минут? Или через 15 минут? Он сказал, через 15 минут выходить. Все, понял. В последующие 15 минут я пытался продумать все возможные исходы событий. Но с какой стороны не посмотри, то приходил к одному выводу, что единственный наш шанс на спасение, это действие по инструкции, которые дал наш старый знакомый. Ну че, Ром? Я думаю, пора уже. Питаль с ним прошло. Давай. Идем? Точно? У нас нет зубора, блядь. То есть, если у них есть пересменка, значит, никого не должно быть, правильно? Ну, это не факт. Вряд ли они полный пост составляют без экрана. Нужно все равно максимальная скорость. Понял? Быстро стало понятно, что помещение, в котором мы находились, было не просто тюрьмой. Оно было настоящей пыточной. Я даже не буду вам перечислять все орудия издевательств над людьми, которые мы там встретили. Потому что единственное, о чем я в тот момент думал, это как попасть в тот самый кабинет, где должны были находиться наши камеры. Блядь, давай с*** у вас, вот дверь нахуй. Давай с*** у вас в ту, блядь. Давай нахуй с*** у вас в пи***ные, еб***ные камеры. Нам нужно выбраться отсюда, нахуй. Что, не пойди, скрывайся. Еще камеры, блядь. Блядь, какие нахуй камеры, блядь. Блядь, это пи***м. А вот он, блядь. Нашел? Все. Это камеры, что ли? Да, одна, конечно же. Ух, да, братан. Блядь, все, глядь, берем камеры, все. Давай проверим, пожалуйста. Господи, господи. Отлично. Чтобы вы понимали, на тот момент на флешках в наших камерах было такое количество материала, что если бы мы не нашли камеры, то вы бы не увидели, наверное, последние три видео про тоннель. Поэтому моей радости просто не было предела. Но вдобавок к нашим камерам в этом кабинете мы обнаружили еще один бонус, который впоследствии сыграет ключевую роль во всей этой истории. Блядь, а тут какие-то документы, блядь. Да какие нахуй документы, пойдем съебь на себя, блядь. Скорее, пожалуйста. Быстрее, Саня, нахуй. Поехали, пожалуйста. До, оттуда, нахуй. Блядь, что за пи***ть? Что? Аксенов Вячеслав Алексеевич, подсними. Да? Молодой, типа, да? Да, 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 Аксенов Вячеслав. Это досье на него, да? Что значит досье? Ну, написано досье, дело, номер. Досье, Аксенов Вячеслав Алексеевич, ты с чем хранить БС? Возьми, возьми себя, возьми, давай. Тогда мы еще не понимали, какой грааль получили в свои руки. Эта папка содержала в себе ответы буквально на все наши вопросы. Раскрывала тайну всех тоннелей, маньяков и так далее. И что самое главное, вновь переворачивала всю историю с ног на голову. Забегая вперед, скажу, что впоследствии у нас ушли недели на то, чтобы разобраться, сопоставить и перепроверить содержимое этой папки. И буквально в следующем видео про тоннель мы раскроем вам содержимое этих материалов. И я вам обещаю, они по-настоящему взорвут ваш мозг. Вы точно не захотите пропустить следующее видео, поэтому прямо сейчас поставьте это видео на паузу и подпишитесь на канал. Также не забудьте включить все уведомления. Это очень важно для канала и также вы не будете пропускать ни единого ролика. Не забывайте поставить лайк этому видео, это тоже очень важно. Давно на канале не набиралось 100 тысяч лайков, поэтому я буду вам благодарен, если 100 тысяч лайков под этим видео наберете. Комментарии под роликом также приветствуются, поэтому обязательно активничайте, ставьте лайки и так далее. И главное подписывайтесь. Очень много людей смотрят видео без подписки. Тем не менее, нам еще предстояло выбраться из этого чистилища. И эта прогулка готовила нам еще очень много не самых приятных сюрпризов. Закрыто? Блядь! 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 Надо быстрее! Пойдем, пойдем, пойдем! Почему у меня где-нибудь горит? Тихо! Он же говорил, никого не будет перед сменой. Какая-то рация, да? Да. Он же говорил, все должно уйти. Тихо. Блядь, а кто-то ездил и что не мигал? Блядь! Это что посередине? Уходи, уходи, уходи. Все, нам нужно уходи быстро. Тихо, пока что, нормально. Тихо. 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 Блядь! Тихо. 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 С колбочками с метками. Тихо. 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 Слева есть что? Я не знаю. Там все завалено. Не, подожди, мы сворачиваем. Мы должны сворачивать, нахуй. А? Мы должны идти прямо по коридору. Он сказал, прямо идите. Не сворачивайте. Он сказал, прямо по коридору? Да. Он сказал, на правой, нахуй, на лестнице. В конце, на правой, нахуй. Это явно не конец. Чувак, лестница. Чувак, лестница. Охуй, блин. Ебать. Чувак, лестники. Чувак, лестница. Блядь. Блядь. Ебать. Так. На вниз или вверх надо? Выход внизу. Обычно. Ту-ту-ту-ту. Внизу, вон, наверху. Внизу. Внизу, братан. Пиздоса. Внизу, выход, наверху. Он говорил, он говорил, Батя, направо он говорил. Хорошо, направо. Как может быть выход сверху здания? Объясни мне логически. Мы пройдем через верх здания, выйдем. Бум, в окно выбрали. Там внизу, человек. Я сейчас отчетливо слышу. Там внизу, человек. Там свечение. До света, до света. Звучит песня. Слышит песня. Город. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. На земле. Нас точно не видно Блядь, фонарь, блядь Аккуратно Ярко не свети Хорошо, это минимум Братан Блядь, какой ужас Они мертвы Не знаю Он копается, что-то в ней делает Ебать Ой, что-то с рожей сделал Ебать Что-то с рожей сделал Покажи Блядь, какой ужас Блядь, чувак, он что-то делает Это неживые люди Они не дышат, да, вообще Боюсь, как мы пройдем Когда вперед пройтись Ебать Копается, копается Еще человек Тихо Куда-то увозят его Он увозит его Из помещения Да Чувак, он его увозит Какой план? Там пусто Там пусто Идем? Нет, давай подождем Хотя бы пару минут И пусть он уйдет Пару минут подождем? Да, пожалуйста Блядь, чувак, я клюбовий нахуй Жизнь Тихо Закрыл дверь Закрыл? Да Охрененно Так нам туда надо Долбайдю Ой, ты знаешь Мы туда должны пройти Я, конечно, понимаю Что нашей первостепенной задачей Было просто выбраться оттуда Целыми и невредимыми Но согласитесь После увиденного Было бы настоящее преступление Просто взять И бросить этих людей На растерзание Этим животным В костюмах врачей И, как всегда Я вынужден сказать Все, что вы увидите Далее Это монтаж Компьютерная графика И ничего общего С реальностью Не имеет А все кадры Без какой-либо цензуры Вы найдете В моем телеграм-канале Ссылку на которую Вы найдете В описании Под этим видео Я фонарь включаю? Да, включай Пошли, я готов Давай, давай Ты чувствуешь, что вонь нахуй Это пи***ц Это просто пи***ц У него с плечом что-то Что? У него с плечом подсветит Пи***ц Саня Еб***ь Ой-ой-ой Ой-ой-ой Какая-то гадость ужасная Бл***ь, что они тут с ними делают? Не трогать нахуй ничего руками Бл***ь, знаешь, что это? Сторми Видишь? Сюда кровь стекает Бл***ь, не трогай руками Кровь стекает Смотри, смотри, смотри Сюда И в канализацию Подсними, подсними Смотри Она сюда Кровь стекает И туда уходит в канализацию Бл***ь Бл***ь Пи***ц О, мой бог Бл***ь О, господи Черт возьми На него разрезана грудь Я п***у Просто пи***ц Врата, мы именно живы На разрезанной грудь Тихо Тихо Еб***ь Еб***ь Ты что они с ними делают? Да его грудь разрезана Да я понял Посередине Давай носу С***ваться, пожалуйста Бл***ь Да мы не будем рассматривать Еб***ь мои человеческие тела Чувак Тихо Я слышал свет Я слышал, что что-то упало Я вижу девушку Я обстрелил Тихо Тихо Это Русь Это видишь кто это? Кто? Это она орала, б***ь В натуре Да? Она оралась, б***ь Видимо Ее рот зажил На живую? Да П***ц Рот зажил Она мертва Саня 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 Ты мертва? Не знаю Она жива Тихо 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 Ты жива Ты жива Тихо 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 Сознание Мы нормальные Причиню вреда. Алло, соберись. Ага, она жива. А эти живы? Просыпаемся. 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 Ага, просыпаемся. Я понял, все. Не стану муфить. Эти тоже живы, может быть, нет? Нет, чувак, эти мертвые, брать. Эти. А вдруг просыпаться надо. Просыпаемся. Ага, ага. Просыпаемся. Что просыпаемся, что-то хочет. Я не понимаю, что мы будем делать. Бля, что-нибудь урод зашили, блядь. Ага, глазки. Нет, она что-то не в себе все равно. Еще раз говорю. Ого, ага, видит меня. Видишь меня? На глаза открыло. На глаза открыло. На глаза открыло. Ага. Так, смотри, я понял. Я надо помочь. Давай возьмем его просто и вместе с ним уйдем, слышишь? Саня, она срезает рот, блядь, что ли? Ты еб... Ей в рот зашили только что на моих глазах. Это самая тупая хуйня, которую ты завершал, блядь. Ты хуйню неси, блядь. Тут человек. А если тебе, нахуй, сейчас твою еб... Не знаю, как закроют. Так, давай может быть. Дверь мне нитки, руками нет. Вот идут инциденты. Вот инциденты. У тебя, блядь. Подруга, ты сделал пока что-нибудь. Слышишь меня? Слышишь меня? Ага, слышишь, да. Нормально себя чувствуешь? Не, да нахуй я себя чувствую, блядь. Тебе нужно рот помочь? Это... Это же, блядь, тебе это насильно сделано, да? Она тебе не ответит, блядь, что ты станешь нахуйня полная, блядь. Свою заболевание нахуй. Ты будешь гореть воду, сука. Не дай, похуй, ты порежь ей рот, блядь. Я сам тебе нитками еб... Сознание, смотри, она уже глаза открывает. Она уже глаза открывает полностью. Смотри, она уже глаза открывает. Вот она щурится, видишь, на свет. Так. Все, я делаю. Я делаю, похуй. Фух, я против, нахуй. Так мне полная. Пожалуйста. Аккуратней, Саня, пожалуйста, блядь, аккуратней, нахуй. Очень аккуратно. Господи, да аккуратней, пожалуйста, нахуй. Да у меня мы это делаем, блядь, я не могу. Да у меня мы это делаем, Саня. Саня. А, отрезанную черню. Господи. О, оторвал, оторвал что-то. Что? Вроде открылся, да? Я там кровью столько, ой, извините. Немножко. Так, блин. Последний. А, нет, все. 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 А, нет. Ты, 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 ты. Саня, нет. Что там внутри? Не, нет. Блядь, блядь. Блядь, блядь. Блядь. Мы понятия не имели, куда мы бежим, но все мои инстинкты были напряжены до приела, и похоже, они сами нашли выход. Когда мы оказались на улице, то нам пришлось бежать вдоль забора еще метров 300, пока мы наконец не нашли места без колючей проволоки, и через которое мы смогли бы перелезть. И когда мы очутились по ту сторону забора, то к своему ужасу и удивлению обнаружили, что находимся чуть ли не в самом центре города. Мы понятия не имели, есть ли за нами там какая-то погоня или нет, и поэтому на всякий случай спрятались в одном из ближайших дворов, после чего начали звонить всем, кому только можно, и к нашему счастью, неподалеку от нас оказался Костя и Максим. Не они? Да, они по-моему. Пойдем быстрее. Просто, блядь, все, езжай, нахуй. Быстрее, пожалуйста, он отдыхается, нахуй там, блядь. Едем, едем. Едем за дедом. Честно говоря, я понятия не имел, сколько времени прошло с того момента, как мы собственноручно закопали нашего профессора подъемки, и поэтому даже примерно не могли понять, жив он еще или нет. Но пока мы ехали в тот самый карьер, я впервые решил ознакомиться с содержимым тот самый партнер. И чтобы вы могли сполна ощутить весь ужас того, что я в ней увидел, посмотрите на мою первую реакцию. Гарди, я сейчас вот читаю досье по нашему этому деду. Ну вообще тут очень неприятные вещи пишутся, чем он занимался. Работало оружие. Вы вообще уверены, что нам стоит его ехать спасать?